И доброго времени суток дорогие друзья, доброго времени суток дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами вновь Ичи, и сегодня мы начинаем новое прохождение на нашем канале Neverwinter Online, а точнее Dungeon & Dragons Neverwinter Online. Вот так, более правильно назову игру по полному названию. И на данную игру я уже делал своего рода обзор, далеко не первый взгляд, в рубрике давайте пощупаем. Ну а сегодня я решил начать прохождение, сразу говорю оно не будет прям регулярно выходящим, по настроению, поскольку основной персонаж, сами видите он у меня 52 уровня и за него тоже надо успевать играть. Но для канала я сделаю нового героя и собственно будем в основном проходить сюжетную линию, поскольку в подземелье попасть не так-то просто лично мне. Ну да не суть. Связано также мое желание попроходить для канала с тем, что, ну элементарно, я в действительности хотел проходить эту игру для канала, но момент в том, что когда я собственно собирался это все начать делать, той расы, за которую я изначально хотел играть, ее не было. Ну и я стал играть Тифлинга. А 10 января утром, собственно, был поставлен окончательно аддон, вместе с которым также всем уже открыли доступ к таким расам, как Дроу и Солнечный Эльф. Ну они же высшие. И собственно, играть я буду за Дроу, ладно. Давайте тогда создам нового персонажа. Первая серия, она будет во многом похожа на то, что вы видели в обзоре, но только тут уже будем, как говорится, проходить в читу ватсап диалоги с неписями, ну или по крайней мере слушать их. И пройду я до самого города, до Невервинтера, в общем-то. Так что я не знаю, сколько будет длиться серия, но да и не суть. В общем, доберемся до Невервинтера, и на этом будет, соответственно, логичный конец серии. Вот. Ну а пока что, что же, давайте создадим нового персонажа. Трейлер начальный в этот раз я пропускать не буду, поскольку, в принципе, он и так много где уже на ютубе распространен на самом деле. Да и не думаю, что к нему как-то придерутся, что-то прикопаются, в общем, вот. Ну и плюс ко всему, логотип канала, я надеюсь, мне как-то тоже в этом поможет. Ладно, в любом случае нажимаем новый персонаж и создаем персонажа. Будем его создавать. Ну для начала посмотрим трейлер. И я замолкаю. Хотя все-таки до конца замолкаю. Молчать не смогу. Нет, это не дракон из ловки, к слову. Хотя многие придираются к этому. Это драколич, по-моему, так правильно называется. Насколько я понял, это на город напала, собственно, на Валиндра Шэндоу Мантл. Ну вот эта красавица, которая стала нежитью превращаться в самом начале. Ну вообще все выглядит, конечно, очень эпично. Это тифлинг, маг. Нетрудно догадаться. Что такая Валиндра, я сразу говорю, не особо знаю, поскольку из канона, ну хотя бы с книжными и какими-то источниками, я только одну книгу читал за авторством Роберта Сальваторе из цикла «Тёмный эльф». Там, где как раз про рождение Дристо до Урдена и, собственно, про его детство и как он в итоге покинул Мензо Беранзан. Но больше с каноном я особо ничего не знаю. Ну еще знаю, что тифлинги это потомки людей, которые заключили пак с демонами. Вот, все. Что я помню. Вот. Ну а по трейлеру что могу сказать? Выглядит все эпично. Битва, сражение. Вот, казалось бы, нашей ельфийке уже хана, но тут... Клирик на помощь пришла. Жрец. О, сержант Нокс. Ну, этого темнокожего вояку я знаю просто потому, что он нам квесты будет выдавать. Насколько я помню. Если я, конечно, ничего не попутал, и это действительно скило. И, к слову, собственно, трейлер это то, что сейчас происходит в Новорвинтере на момент начала как раз игры. А мы, тем временем, плывем в Новорвинтер откуда-то. Держим свой путь. Ну и, как думаю, нетрудно догадаться, отчасти станем жертвой событий, что тут творятся. Итак, создаем нашего персонажа. Нам почему-то предлагают местных хоббитов, полуродсликов, для начала. Но, как я уже говорил, я выберу расу Дроу. Можно играть, конечно, за женщину, но я буду за мужчину. Итак, для тех, кто все-таки не в курсе, вот описание. Дроу, вырождающаяся раса темных эльфов, чья красота и его тонченность часто не в состоянии скрыть склонные к злу сердца. Поведение большинства темных эльфов определяется поклонением хаотично злой богине Лолд. Вообще-то Лос, ну ладно. Так же известной как Королева Пауков. Общество Дроу поделено на дома, главное, более могущественных домов, занимают руководящие позиции в различных домах Андердарка, расположенного под фаерруном подземного царства, который темные эльфы считают своей обителью. К слову, так же у Дроу царит жесткий матриархат, кроме одного города там. Я не помню, как он называется, но не суть. И вообще, крайне жестокая раса, но мы будем, скажем так, таким нестереотипным Дроу, то есть, не знаю, отступник там какой-то, как-то так. Какие у них есть плюшки вообще? Ну, для тех, кто не в курсе, но хочет за Дроу поиграть тоже и узнать, что же такое. Темный огонь. При атаке врага вы с вероятностью в 5% поражаете его темным огнем, который на 4 секунды уменьшает его оборону на 10%. Весьма и весьма неплохо. Значение характеристик. Дает 2% к ловкости. Ой, и 2. Плюс 2 к ловкости и плюс 2 либо к обаянию, либо к мудрости. Это к статам, к параметрам. И также транс есть. Рядом с кострами вы восстанавливаете здоровье вдвое быстрее. Ну, в принципе, полезно отличиться с помощью тех же алтарей, там каких-то, чтобы не тратить баночки, а между битвами поставил там алтарь, как говорится, и вылечился. Хорошо, продолжить. По умолчанию нам предлагают плута ловкоча. Ну, оно и понятно, в принципе, та, кем еще дроу могут быть-то. Они любят атаковать из-под тяжка, то есть не открытый бой, а, там, не знаю, удар спину, все такое. Но, но, я, как уже говорил, хотел поиграть либо за волшебника-повелителя, либо за охотник-следопыт, он же рейнджер. А, фишка в чем? Волшебника-повелителя я попробовал, ну, за кадром, когда раз только ввели, и такая вещь получается. На начальном этапе, по крайней мере, лично мне, жестко не хватало каких-нибудь, не знаю, массовых атак. То есть, я понимаю, что с уровнем-то они появятся и все такое, но поначалу очень трудно. На охотника-следопыта же есть подобное умение. И, в общем-то, пожалуй, охотника-следопыта и попробуем. Плюс ко всему, это несколько соответствует Дзирту. Да, буду говорить в локализованном варианте имени персонажа всем известного дроу, пожалуй, самого известного дроу в мире вообще. Вот, далее у нас идет распределение характеристик. И тут все просто, ловкость и мудрость. Ловкость у нас в приоритете, мудрость у нас на втором месте. Сила у нас тоже второстепенный параметр, но первостепенно, насколько я понял, для средопыта нужны именно что? Ловкость и мудрость. И сейчас мы поперераспределяем кубики. 17 ловкость, 17 мудрость, 20, 15, 19, 15, 20, 15. Так, сейчас быстро прощелкаю. Подходящий вариант. Так, ну в принципе давайте вот так, 17 ловкость, 17 мудрость, в принципе нормально, плюс еще 13 силы. Ну прочие вещи я не смотрю, они нам вообще как бы особо не нужны, скажем так. Пусть будет вот так, я не знаю, может я не совсем правильно распределил, но на свой вкус и цветка горится. Далее, создание внешности персонажа. Но тут слишком долго я уже зависать не буду, так и быть. Потому что этот процесс может быть на самом деле очень долгим. Нам предлагают по умолчанию такую внешность, но я не знаю. Как-то мне не очень нравится, честно говоря, он. Без успехов. Да. Ааа, давайте вот на основе вот такой внешки сделаем. И быстренько поднастроим что-нибудь себе. Так, прическу. Вот так, длинные спряди сбоку, мне вот это нравится вариант. Волосы можно сделать с голубоватым отливом. Просто белые или такие, как бы, не знаю, с золотистым отливом слегка. Ну, давайте по умолчанию цвет стандартный, пусть будет. Глаза. Подбитый, это, конечно, вариант вообще жесткий такой. Краснючий. Я не знаю, а может реально это фенгалы просто нам не видно. Налитые кровью. Но пусть будет... А пусть в действительности будут такие, налитые. И цвет... Ну, такой, допустим, алый. Вот. Как-то так. Красные. Брови поставим кустистые, погуще. Такие заметные, ярко выделяющиеся. Борода и усы у Йольфов их нету. Лицо. Предлагает нам обветренное. Но давайте нет. Поставим не ответренное. Какое-нибудь такое... Приятное вот. В целом пусть будет приятно. И тон кожи... Может посветлее. Ну, вот так, да. Такое посветлее, но не слишком свет. Нет. Все-таки... А, черный нет. Ну, такой, для дроу достаточно светлый тон, но при этом... Все равно они темнокожие. Так, татуировки. Цвет мы, к сожалению, выбрать тут не можем. Поэтому остается полагаться на то, что есть. Вот, перифон. Ух ты. Прям суровая боевая раскраска. Нет. Вот это довольно симпатично, кстати, смотрится. А это что, двуличие? А, оригинально. А, вот тут мы уже можем выбрать... А, точно, этого нет, поэтому нельзя было выбрать цвет. Взять какую-нибудь, что ли, действительность и поставить, я не знаю. А, ну это а-ля дроу-джокер. Как-то странно будет смотреться. Так, двуличие, нет, лось. Не, пусть будет без вообще татушек. Вот так, чистое лицо. Вместо татуировок у нас будет на носу слева вот так вот шрам. Допустим. Пусть он уже участвовал, я не знаю, в боях как-то так. Тут я ничего вообще трогать, пожалуй, не буду. да пожалуй так и оставлю по умолчанию в общем-то формы тела можно обыкновенного сделать такого там крепкого телосложения либо же стройного но пусть будет достаточно крепкого телосложения все таки мы же боец в конце концов вот так ну и тело само настраивать тоже опять же не буду правда уж чтобы укоротить они у них больно уж длинные вообще в день дешевых дн дешевых эльфов уж они не то чтобы заостренные не какие-то длинные трасс по вспоминается термин веслоути эльфы ну да ладно продолжить далее что нам предлагают нам предлагают поселиться на ну как родина персонаж драконий берег и отважный пират что так при упоминании драконьего берега перед глазами встают темные переулки и не менее темные делишки гильдия воров и пиратские корабли здесь оседают страники всех мастей вы бывший участник пиратской банды синий рассвет который однажды разграбила трегом мир эльф рейнджер пират гроу пират весьма интересно звучит кстати говоря правда каким образом он туда попал и прочее весьма странно но в принципе я не против знаете пусть вот так и будет в конце концов это довольно оригинальный чем есть я поселился в какой-нибудь норд-дарке и там как раз не знаю был бы изгнанником из родины или еще что-то как-то так и поклоняться нам предлагают некому кареллон но это кто кареллон доблестный воин и отец расы эльфов которые появились на свет из крови проклятой и мы в битвах с груншим кареллона почитают эльфы и полуэльфы а также те кто посвятил себя магией он богосклонен к своим последователям и преследует свои цели в будущем вообще немножко странно все-таки мой дорогу нам такое предлагает хорошему нам нужна бы какая-нибудь лосс но лосс тут нету так мародины ему гномы насколько я помню поклоняется темпус этом божество войны тимура вроде как богиня удачи до который называют госпожу удачи богиня видение те кто хочет чтобы им повезло или хотят отблагодарить за удачу воздают почте тимури вот давайте тимури мы и будем поклоняться потому что смотрите мы драконьего берега пират там отважный пират какие еще варианты кстати аскетичный боец не мы точно не аскетичный боец хотя и буду предпочитать в основном соло быть ну пусть мы были в общем пиратом а пиратам очень нужна удача поэтому по логике мы будем тимури они нам то бишь поклоняться тимури вот так серия по ходу будет довольно долгой ну что поделаешь имя персонажа у меня есть готовое имя на дроу виши на языке дроу только я вот забыл его перевод составлял как ну да ладно будет он у нас шернет оу сана вот так имя я не помню шернет а оу сана это имя дома дети ночи насколько помню переводится могу путать как-то так что же начинаем приключения так сейчас все это дело прогрузится до серии правда выходит долгой но что поделаешь эй ты в порядке да в полном порядке и слова ребятки сейчас я ненадолго поставлю запись на паузу стой простой целью но и эти очистки мне за прохождение тем персонажа дали так вот поставлю на паузу стой простой целью дабы подогнать правление под себя потому что под каждого персонажа раздельно управление настраивается вот чтоб не просто было удобно играть так что никуда не девайтесь сейчас все будет а пока что запись на паузе и друзья вот мы и продолжаем я уже поднастроил под себя управление так что все нормально кстати касательно звука если что пишите что сделать громче что потише потому что я вроде как поднастроил но не уверен что все будет нормально так что тут мне понадобится ваша помощь возможно игру надо тише возможно наоборот прибавить ее громкость в общем пишите и как говорится сделаем все как надо вел приду когда окажешься рядом нажми f чтобы поговорить с ним ну поговорим сейчас слава богам когда я увидел как драколич напал на корабль я боялся что выживших не будет что привело тебя в never winter в это неспокойное время что привело нас в never winter да спрашивает он это мое дело извини я не хотел лезть не в свое дело просто сейчас не самое лучшее время для путешествий как видишь never winter атакуют некромант валиндра бросила на город свои легионы нежити обыщи обломки корабля на берегу и найди свои вещи без оружия сейчас ходить опасно когда закончишь поднимайся в лагерь на вершине холма у них там разведен жаркий костер тебе станет лучше когда обсохнешь ну что ж спасибо так и сделаю дорожка задачи ведет себя к текущей цели ты можешь включить или отключить ее нажав клавишу цели твоей задачи на карте нашли f для взаимодействия с персонажами и объектами блин сколько всяких подсказок жалко их нельзя вырубить каждый раз объясняет так ладно берем тык далее берем и тык-тык-тык-тык вот берем отлично чтобы открыть инвентарь важно щелкни по предмету чтобы добавить его в экипировку хорошо вот так вот в общем кликаем два раза и все на месте да можно вызывать еще как бы мышку на экран с помощью s2 или текущей задачи но я иными методами делаю кстати как мы теперь выглядим при приобретя какое-никакое снаряжение там лук вот видите нас парочка таких кинжалов появилась собственно лук но неплохо смотримся стрелять можем нет снять пока не можем а как он уходит быстро вот так ну недалеко на самом деле но в принципе в бою пригодится потому что все таки мы наверняка не боец ближнего боя хотя впоследствии у рейнджера и появляется возможность переходить на ближний бой но я буду назвать его рейнджером класс этот а то охотник-средопыт дюжее длинно но можно еще лучник называть так вот но при этом у него все-таки другие вещи для ворота в основном это зона отдыха где герой может вылечиться если не ведет бой ох костер как хорошо тепло а то вода-то прохладненькая такая даже холодная а у костра можно отогреться и восстановить свои силы и тем самым заодно и залечить свои раны хорошо ну здравствуй лейтенант скажи че почем че вообще творится и кто напал на корабль все-таки может получше объяснишь это какая-то валиндра все дела вот так встреча ну да так вот там блин не отсечивает темно-красный на черном плохо видно но думаю он сейчас все объяснит я рад что хоть кто-то выжил после нападения на корабль когда наберешься сил поговори со мной еще раз боюсь мне не обойтись без твоей помощи ох люди люди ладно поможем так помощь на поле боя мы остановили основные силы валиндры но битва еще далека от завершения поле боя кишит безмозглыми мертвяками которые потеряли в схватке своих хозяев а что еще хуже враги воскрешают наших собственных мертвецов и обращают их против нас послушница нейман проводит ритуал келембара который должен упокоить недавно умерших но нежить наверняка попытается помешать нам это сделать я останусь здесь и буду охранять нейман пока она не закончит ритуал тебя я прошу обыскать поле битвы и и отправить сюда всех раненых которых ты найдешь когда закончишь с ранеными отправляйся в лагерь дэла маккорта и расскажи ему что у нас происходит хорошо как скажешь все это мы сделаем так значит нам то дать ну что ж пойдем помогать коль уж попали в такую ситуацию чтобы применить повторный выстрел да 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 потому что без помощи им нам по любому в город не попасть тем более город осаждают а если город заполнить нежить то как бы сами понимаете плавить нам в нем будет уже нечего так в вороги сейчас подождите поможем вам так бьем эту пакость а пока что во всяком случае в самом начале бодренько но с другой стороны они все слабы что такое вот еще ты солдатик давай вставай дружочек беги отлично ты нам еще пригодишься давай ну хорошо так еще нежить бьем их чтоб вдруг нападут нужен клирик хорошо так раненым мы помогли оказали первую помощь бегим дальше так сгинь нежить поганая так что у вас тут а а ну здравствуй дружочек показывает все что тебе удалось получить за новый уровень время от времени в нем также отображаются важные задачи да 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 хорошо нам повезло что мы сумели оттеснить войско валиндры но это ты верно говоришь ладно мне там типа всех раненых к вам отправил туда-сюда спасибо за помощь раненым здесь бродит столько нежити что долго бы они не протянули я постараюсь как можно скорее отправить подкрепление и медицинские припасы линклета к сожалению у нас здесь хватает своих забот понимаю ну ладно что же у меня есть не самая приятная задача а смогли остановить основные силы валиндры но ее союзники красные волшебники все еще насылают на нас нежить медовой катидон и его лучники сдерживают их но у них кончаются боеприпасы обыщи поле битвы и собери стрелы из мертвых тел а затем отнеси их катидону хорошо как скажешь пойдем собирать стрелы спавших наших бойцов что еще чтобы применить разделенный выстрел так вот боец так есть целые стрелы так тут враг попробуем новое умение концентрируем и сразу кучу стрел в одного пустим так дерево дерево это стоп обойдем можно конечно перепрыгнуть тут прыжки есть вот прыг скок ну они такие относительные кстати еще чем удобно вот на правую кнопку мыши этот выстрел это как раз тем что можно сразу по куче врагов бить и это весьма и весьма удобно когда на тебя наступает много противников вот в чем и плюс как раз рейнджера по сравнению с тем же магом по крайней мере на начальном этапе ммм вот так павший боец вот он о кто-то бегает тик берем стрелы так стрелы мы собрали что далее куда нам надо о это что а смотрите-ка помните вот та штуковина летал драколич ать вот запанул слегка драколича помните вот он его скелета трупак большая махина оказывается приличных габаритов не смогу сказать что прям огромный но в общем то слопать вполне мог вот черепушка интересно а какого дракона это она воскресила так о помните этого тифлинга который там маг был вот он отвечу на вопросы если смогу только не мешай мне сосредотачиваться а что здесь произошло то а с ней был драколич он атаковал корабли в гавани затем обрушился на город мы с друзьями помогали сержанту ноксу защищать стены это была невероятная битва но все же мы победили ясно и чем ты занимаешься не знаю откуда у валиндры взялся драколич может быть она договорилась с культом дракона главное что сейчас у нее дракона больше нет когда драколича убивают его дух возвращается в сосуд называемый филактерией чтобы после этого возродиться духу нужно завладеть телом другого дракона но дух того драколича все еще здесь я пытаюсь его удержать если не дать ему вернуться в филактерию то мы сможем его уничтожить лишив валиндру сильного союзника ммм хорошая вещь удачи да как я по моему в обзоре уже говорил с личами вот во вселенной динди в этом сеттинге все намного интереснее чем сейчас в современности потому что вспоминая например тот же варкрафт да там как уничтожили этого артаса того же да битва там сильно сложная была там он такой крутой все дела но и на этом в общем то все а тут же битва с личом она куда как интереснее и не обязательно даже сражаться с самим личом чтобы его одолеть потому что главное уничтожить не столько самого лича сколько уничтожить его филактерию то есть сосуд или что то такое во что помещена собственно его душа а без души он уже не сможет жить тогда как если уничтожить лишь его физическое тело то маленький такой нюанс эта зараза будет все равно как говорится жива он со временем воскреснет и найдет вас и наваляет вам причем уже те трюки которые вы использовали в бою против него они не сработают ладно давайте лучики палите молодцы струляют как то вы слабенько что то постреляли ну ладно так придал привет я рядовой нужно прогнать волшебников логично согласен спасибо за помощь красные волшебники еще здесь но теперь по крайней мере они не будут высовываться тоже верно так так ладно что там касательно моста как вообще в город попасть нежить снова атакует нервинтер орды нежити лезут из замка невер и штурмует мост спящего дракона если они займут мост то смогут попасть в самое сердце города протекторат мне нужно разобраться с красными волшебниками пожалуйста ступай к мосту и помоги его защитникам хорошо перебей солдат нежить у ворот на севере чтобы их не опасно было открывать затем поговори с рядовым уилфредом он проведет тебя в город и покажет дорогу к мосту будь осторожней эти мертвецы отличаются особенной свирепостью да предаст тебе сил темпус ну вообще мы поклоняемся тимори но ладно по крайней мере я поклоняюсь тимори ну ладно темпус он в принципе да тоже хорошее божество бух войны и как раз сейчас идет военное действие так что в принципе может и его помощь пригодится о лук кстати неплохой заодно получим награду ну конечно принимаем нам то я ничего больше пока не остается да нам дали новое умение к слову я чуть-чуть пробовал опять же и за рейнджера почему я и выбрал в итоге все таки за него проходить ты резко отступишь ускользая от врагов а ну вот они сами собственно описали что это за умение я к тому что чуть-чуть проход до города по крайней мере я в курсе как идет при игре за рейнджера и его умение вот начально так драпаем фух а ну лежать боятся и где еще это нежить треклятая вот они бьем бьем драпаем 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 стреляем вот так их ишь ты понавылазили лежали по себе спокойно никого бы не трогали а то знаете вам получите распишитесь вот так ну о чем я и говорил то есть за рейнджера в этом плане удобно можно зажать в принципе тогда он выстрел получится более сконцентрированным и сильным но при этом не будет столь массового поражения врагов так что свои минусы в этом тоже есть вот ну и основная специфика рейнджера держаться подальше от врагов не подпускать к себе по возможности потому что ближний бой для него это все таки крайний случай самая такая крайность а тем более что основной урон все таки у него идет в дальнем бою ну потому он рейнджер потом он лучник привет выглядишь куда лучше чем когда тебя на берег выбросило говорил же что полезно будет погреться у костра мама мне все время твердит теплая одежда и сердце греет тебе удалось неплохо прорядить отряд скелетов теперь можно пройти через ворота без опаски линк лето просил тебе целительных зелий отсыпать вот пригодятся на мосту отлично спасибо зелия нам могут и правда пригодиться поставим их в ячейку для использования вот так и перемещаемся на мост что же щелкни левой кнопкой мыши по видимой области да знаю я не учите ученого они в беде нужно им помочь это да ты прав совершенно прав пойдем дважды щелкни в любом месте чтобы ускользнуть от атак так стоп дважды щелкни в любом месте то есть а ладно а клавиша направления ну вот красная область подсвечена была нельзя использовать сдвиг когда вам не хватает бодрости да 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 подсвеченная область вот это собственно сейчас сами увидели это в общем зона в которой лучше не стоять чтобы не огребсти если кратко о что осторожно лучники какие лучники эти лучники так они уже мертвы давно а я их убил точно а да а так что-то странное творилось держи опа не в принципе показ пока что идет на самом деле обучение и поэтому все так просто и легко но дальше уже пойдет посерьезнее и там уже так спокойно мы не сможем все это делать тем более в одиночку так поп бам ну хорошо так ну будем бить массовым о получили достижение убито 50 скелетов отлично первая часть за это дают титул и там и прочее ну короче говоря стандартные ачивки мелочь но приятно хотя конечно за просто убийство кого-то ну относительно приятность но это с другой стороны смотря кого потому что какой-нибудь не знаю титул истребитель драконов он уже звучит внушающе драконы все таки существо могучее тут уже такое оправдано а вот но до драконов нам еще пилить и пилить так что пока что начинаем как говорится со скелетов пока что с простенького так ах ты заразка на на получай смотри еще и стреляет какой-то дрянь опа драпаем что такое а у нас уровень ну и да мы собственно также получили новое умение взрыв сотрясет землю притянет врагов и нанесет им урон хорошая вещь это ежедневное умение у нас появилось в обзоре ежедневное умение можно при заполненной шкале очков действия да собственно они уже и объяснили в общем это умение которое используется как раз вот как уже было сказано когда вот этот кристаллик желтый он заполняется ты получишь доступ к ежедневным умениям для активации нужна только часть очков действия ворота мы должны исправиться в общем штука весьма на самом деле полезная но сейчас же я его использовать не буду это особо мощные плюшки особо мощные скиллы и ВАЛИНДРААААА!!!! но вот не идиотляк куда ему тягаться с ВАЛИНДРОЙ с такой мощной некроматкой ну вот Так бы сейчас попомогал бы, потанковал, а то тут... Вот возись теперь с этим кракозяброй. Так, вот достанем мы их вот так. Да. Держи. Шмяк. Бьём его, бьём, бьём. Трапаем. Держи, держи, держи. Получи, Ирод. Так, ах, фух, проскочили с трудом, но... Так, увернулись. Увернулись. А-а-а, да-да-да-да-да-да, держи. Так, отталкнули его. Отлично. А, это умение оно ещё и отталкивает. То есть, очень полезно еще и вот чем. Ну, прекрасно тогда, раз мы еще можем вот таким выстрелом и оттолкнуть врагов. Для рейнджера это самое то. И вот мы получили, к слову, также свиток распознавания. Он используется... Вот, смотрите, у нас выпал нераспознанный предмет. То есть, мы понимаем, что, например, этот предмет, он для охотника-следопыта. Но мы не знаем, что это за предмет. Может, это какая-то, не знаю, волшебная ложка гниения. Хотя странно звучит. Ну, всякое бывает. А может, это какой-нибудь убер-мощный лук. Но мы, вот, используем, собственно, свиток распознавания. Там, не знаю, как-то получаем какие-то знания. Может, вычитываем или магические какие-то воздействия. И хопа. И мы узнали, что это сапоги. Вот, как бы... Сапоги, в общем. Которые мы, собственно, сразу можем и надеть. И вуаля, мы в новых сапогах. Так. Ну... Оу, ну... Наш друг. Момент печальки. Ладно. Сам виноват рядовой. Полез вперёд. Вот, видишь, с другой стороны, хоть не мучился вроде особо. Хотя, в принципе, ты ещё жив. Добить тебя, что ли? А, ладно, не буду добивать. Сам помрёшь, да? Виноват. А, жив ещё. Но, как подумаю о друзьях, что сгинули из-за неё. Найди сержанта Нокса. Расскажи ему, что произошло. Пускай к маме моей заглядывает иногда. Ага. А, ну, держись, ладно. Приведу помощь. Её надо остановить. Лорд Неверэмбер не святой, конечно, но он всяко лучше её. Если он проиграет, Невервинтер достанется Валиндре. Ага. Найди сержанта Нокса. Он в гвардии Неверэмбера. Надёжный парень. Нужно остановить Валиндру. Остановлю, не надрывайся ты так. И, к слову, Валиндре мы как раз в новом обновлении. Аддон, который вышел, ей, наконец-то, сможем и навалять там. Ну, это так, небольшой спойлер. Но до этого ещё очень долго пилить. Это на 60-м уровне появляется возможность всё это дело попроходить. Ну, ладно. Сделаю всё. Ну, чё, покойтесь с миром, что ли, Уилфред. И тут нам сообщают, что это игра Невервинтер. И, собственно, да. Мы и узнаём, что это Невервинтер. Как бы прошли, грубо говоря, пролог вступления. Ну, и обучение. Вот так вот. Да. Ну, и вы не думайте, что это я такой прям злюка. Это я просто слегка отыгрываю руль, насколько это может быть. Всё-таки дроу, сами понимаете, особенности расы. Все дела. Да. Как я сказал, дроу, особенности расы, все дела, ну да, не суть. И что же, вот мы и попали в Невервинтер. Тут, конечно, FPS просел, потому что всё-таки город большой и народу много в одной локации. Так что это неудивительно, падение кадров. Ну да, не суть. В конце концов, ещё плюс ко всему особенности ММО. Ладно, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Как я уже говорил, добравшись за городом, буду заканчивать данную серию. Что же, весьма скоро мы, думаю, продолжим наше приключение. Сходим к сержанту Ноксу, доложим ему о случившемся и бла-бла-бла, всё прочее. Вот. Ну, а пока что что? Пока что ставьте лайки, оставляйте свои комментарии касательно звука и прочего-прочего. Вот. Естественно, по желанию подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не знаете. Не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Рекомендуйте канал своим друзьям и знакомым. И всех вам благ. Удачи. Пока.